В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем последний день весны с погоды. 21-26 градусов тепла, а местами до плюс 17. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11, температура ночью 12-14, а днем 23-25 градусов тепла. Аллергия стала одним из основных заболеваний, которым страдает человечество. Причин очень много, начиная от экологии, питания и заканчивая различными генетическими предрасположенностями. Начало лета – это период, когда уже отцвели ранние цветущие деревья и уже зацветают основные злаковые травы – ежа, овсяница, тимофеевка, которые и вызывают аллергические симптомы вплоть до бронхиальной астмы. Можно ли раньше узнать возбудителя, триггера аллергического заболевания и подобрать правильную терапию? Это можно сделать, посетив школу здоровья. Алла Дзинаева подробнее. Любое заболевание легче профилактировать, и поэтому основной целью врачи ставят просветительскую работу населения. Мы регулярно проводим различные школы здоровья – аллергошкола, школа астматика, школа атопического дерматита, школа диабета и так далее, где в течение нескольких часов мы с коллегами в формате презентации отвечаем на все вопросы. Вход абсолютно свободный. Часто приходят уже на последующие школы с друзьями, с коллегами, с членами семей. Они проходят в таком у нас дружественном формате. На этот раз для проведения школы здоровья пригласили доктора Ольгу Жоголеву из Санкт-Петербурга, главного аллерголога СКФО Ольгу Уханову, а также врачей из различных регионов. Об аллерген специфической иммунотерапии, которая основана на том, что наша иммунная система оказывается способна привыкать к аллергенам и перестает с ними сражаться, подробно рассказала Ольга Александровна. Пока ученые не смогли вычислить, а кто эти люди, почему у кого-то проходит, у кого-то нет. Есть разные версии – генетика, микрофлора, характер питания, изначально какие-то особенности того, как эта аллергия сформировалась. Но тем не менее мы знаем, что иммунная система это умеет. И вот оказалось, что мы можем сымитировать такой контакт с аллергеном, при котором у большинства людей запустятся вот эти процессы прохождения аллергии, развития толерантности, говоря медицинским языком. Увы, это не излечивающая терапия, но способ усыпить аллергию надолго, увести ее в ремиссию или максимально уменьшить симптомы и повысить качество жизни, говорили выступающие. Привлечение людей, которые владеют информацией и несут ее в наш регион, это очень-очень большое дело. Надеемся такие мероприятия проводить хотя бы один раз в полгода и придавать им огласку, чтобы был больше масштаб, чтобы как можно больше людей могли в таких мероприятиях поучаствовать. Абсолютно без оплаты, да, абсолютно из лучших побуждений, скажем так, да. И чтобы у людей была возможность в присутствии аллергологов всего, в принципе, там, северокавказского округа, да, и близлежащих регионов задавать вопросы их интересующие и собирать информацию для себя. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день без табака. К сожалению, Россия относится к одной из стран, находящихся в списке повышенного риска по курению. Сегодня и Всемирный день блондинок. Главная цель данного праздника – борьба со стереотипами, связанными со светловолосыми девушками. В глобальном смысле это еще один день, посвященный борьбе за всеобщее равноправие блондинок и брюнеток. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия» ровно в 9. Смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. В 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачного дня и встретимся завтра.